Головоломы Всем привет! Продолжаем рубрику по изготовлению головоломочек. Сегодня мы расскажем, как изготовить очень популярную известную игру, которая называется Джинго в народе пирамида. На рынке покупается вот такой вот замечательный сосновый брус 30 на 12. Далее можно купить стусло в магазине. Оно у меня даже где-то есть. Вот такая вот красота. Это дело называется стусло, если кто не знает. Оно предназначено для распила под определенными углами. Но так как я пилю ножовкой по металлу, она на древесине оставляет меньшее количество зубцов, что позволяет меньше это дело шлифовать. Данное стусло мне не подходит, ибо зазор большой, и пила там болтается. Я вот изобрел такой нехитрый станочек из подручных средств, которые были, собственно, у меня здесь в гараже. Далее как это все дело делается. Прям красота. берется самый обычный брус. Ставится в наш импровизированный станочек. Надо отпилить край. Он после заводской пилы неправильный. не очень ровный. Да, действительно, пилка не болтается. Отпиливаем краешек. Выставляем по заранее заготовленной длине. И пилим. И отпиливаем. В данное устройство у меня помещается пять таких брусочков, что заметно ускоряет скорость пробок. А, то есть сразу пять штук пилить. Классно. А сейчас для примера я покажу один. Делается вот такой вот брусочек. У меня здесь уже есть немножечко заготовленных. Берется обычная самая шкурка. Где-то 200-250. Не сильно зубастая. Сошлифовываются заусенцы с краев. Чтобы не травмироваться лишний раз. Проходятся уголки. Дабы не было занос лишних. И получается вот такой вот красивый замечательный брусочек. Собственно, впоследствии, когда будет напилено этих брусочков, 51 штука я делаю в башне по 51 бруску, они выставляются. Вот примерно в такую красивую башенку. И игра пригодна к использованию, скажем так. Принцип дженги. Вытаскиваешь брусок из серединки, кладешь его наверх. Пока башня не упала. Как упала, так придет. Собственно, вот так вот легко и просто можно изготовить в домашних условиях развлечение для всей семьи и для друзей. Спасибо, Женя. Потом, как будет готово, мы доснимем уже готовую башенку в твоем исполнении. Вот еще один этап обработки. Это, по-моему, 240, а нет? 320. Шкурка. 240 подойдет. На полировальничке. И вот мы торцы. На вот такой скорости шлифуются, подторцовываются. Вот тут у нас смех идет вовсе. Даже гладимся. Не получается. Хорошо видно. На полировну, да. Это очередной этап, так сказать, работы. Над этими заготовочками. И так весь улег. Так что это не быстро. Так хорошо быстро не бывает. Да. Продолжаем репортаж. Вот прошлифованы торцы. А теперь надо сбить. Сточить уголочки. Да, уголочки. Чтобы они были не острыми. И так уже вот постепенно складывается у нас эта пирамидка. Вот так вот обрабатывается. Шкурка тоже 320, ну можно даже 240. Потому что как бы дерево достаточно легко обрабатывается. И вот уже собственно игра у нас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Слоевали, шесть уровней, как вам нравится больше. Уже как бы есть. Вот так делаются головоломочки. Еще раз, как она называется? Дженга или башня. Дженга или башня. Вот так. Плавно, плавно, плавно и получается головоломочка. Вот итоговый результат. Сколько тут слоев, Жень? 17. 51 брусочек. 51 брусочек, 17 слоев. Вот такая башенка. И вырастает она в три раза, да? Или в два раза? Ну, как сказать. В принципе, она может вырасти. Брусочек у нас сколько идет? 1,4 по-моему, да? Ну, полтора-ха. Умножьте полтора на 51. Ну, полтора на 51. Полтора метра. Полтора метра может быть. Да, может вырасти. При, при том, если вы умеете аккуратно все делать и складывать. Вот. Ну, в принципе, до метра нарастить можно, я так думаю. Вот. Так что дерзайте. Делайте, играйтесь. Всем удачи, пока-пока. Вот такая вот головоломочка сочинилась у нас. Вот. Вот.